МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Смотрите сегодня. Евгений Додолев собрал редкие фотографии для семейного альбома Александра Ширвинта. Ух ты! Это из космоса сняли, что ли? Я сам не знаю. Никогда не видел такую фотографию. И вы не видели? Нет. Эксклюзив. Почему худрук театра сатиры не любит целоваться на сцене? Верочка Васильева, Аленочка Якулева. Вот они все чесночницы, но знают, что это чаевато. Сын раскрывает тайну Александра Ширвинта. Я, к сожалению, тем поздно это узнал про папу. О чем это народный артист? Ну, эти фантазии-то вшивые, да? Ну, сказать, что я бил, там, не знаю, скрипкой я мог бить, да? Каким-то, не знаю, там, свернутой кулисой. Пока они не думали. Почему? Оглоблей. Кто еще пришел знакомиться с Евгением Додолевым? Иди сюда. Ну, Гоша не самый породистый, да? Гоша, а это никто не знает. Как Александру Ширвинту удалось бросить курить? Вы же бросали, я помню. Они велели, я бросил. Вдруг, неожиданно, после многих-многих десятилетий курения бросил. И чем Евгений смог удивить хозяина дома? Это просто шикарная вещь. Ой. Сегодня мы листаем семейный альбом «Семейство Ширвинтов». Улыбайся мне, как я тебе, так и Лила Сусанна. Идем к машине. Сусанна все-таки гений. Нас заметили, на нас смотрят. Там несколько человек стоят, как парализованные. А может, помахать им рукой? А Сусанна разрешила? Нет. Тогда не надо. Что вы считаете, у вас есть общего? Вот действительно, помимо фамилии. У нас общая, у меня жена и его мама. Так, принимается. Это общий. У нас общие, у меня внуки, его дети. Его внуки, мои правнуки. Масса общего. Первые фотографии, естественно, детская. Сколько здесь лет? Ну, это не Мишка, это я. Очень интеллигентное лицо. Но не веселое. Я же со скрипкой. Какое веселье. Это мука была страшная. Пять с половиной лет я учился в музыкальной школе. А до этого меня дома я пеликал. Сортир прятался. Это нарочно принес карточку? Ты знаешь, что это карточка? Я, кажется, знаю, что за птица на тобой. Ворон, по-моему, черный. Это какая-то кукушка, по-моему. Крупная. Переросток. Михаил, а вас не мучили? Меня мучили. Я играл на пианино. Я играл... Это Лазаревна? Или еще не было? Это милая дама. Я играл... Погиб наш юный барабанщик. Он песню веселую пел. Вот примерно так. На шестом году этой песни пришла эта самая тетка и говорит... Вы знаете, вот в прошлый раз я, видимо, на пианино оставила 10 рублей у меня лежало. Я сказал, это я взял. Я не брал, я взял напрасно. Но я настолько ее ненавидел. Получил, естественно, огромный скандал, но она больше не пришла. На этом вот закончились мои музыкальные. Это сколько тебе было лет? Семь. Архимузыкальная семья. Его дедушка, замечательный скрипач. Я уникальный скрипач. Вот я вот точку поставил на дедушке. Я замечательный скрипач. Спой что-нибудь. Чтобы выполнить, что я не вру. Ну, спой, например, в Божьей царя охране. Можешь? Ну, сейчас это не политкорректно. Но... И потом сидеть нельзя. Это же надо исполнять стоимость. А лучше, я думаю, есть в архиве, где ты играешь на скрипке. Чтобы это все развенчать раз и навсегда. Почему ты? Я говорю, у нас скрипки не так большие, вы как-то и поете. Привет конкурентам. Привет абрегену. Ты здоровьешь? На хлеб зарабатывай. На хлеб отбиваешь? Мотается, мотается. Ты пианист, я пианист. У меня документы, деньги, все украли. Мне бы только на ужин заработать. Ты веркин кахаешь, что ли? Вроде того. Чего ужинаете? Три сконьяка. Две колбасы. Две киевские. И две порции мороженого. Логично. Да, еще салат. А, салат. На этом остановились, понял? Во-первых, расскажите, что есть в столе. Ну, скажи, вот, да. Обведено. Это хумус с бараниной. Это закуски из рыб. Вот это овощные закуски. Да. Я, с вашего позволения, за собой поухаживаю, потому что я не дождусь от Шервендафа, чтобы они мне чая налили. Так, как же это вкусно. Боже мой, извините. А вот это никакого отношения не имеет, я прошу отметить. Я читал, я читал книги «Папа говноед». Он про себя пишет вот это слово. Те, которые накалывают вот эти полутухлые кучки шпроты на вилку, это потом ни одна изжога уже не справится с этими шпротами. Вы заметили, что у вас шпанутся сейчас делают, да? Да. Я не реагирую совершенно. А мы же моложе просто. Я спокойно ем очень грустный шпрот. Здесь же все просто объясняется. А ты хоть знаешь, откуда это все? Да, поэтому вот я хотел бы узнать, Михаил. Да, это у меня кафе. Безложная скромность. У меня там спитка. У него общая стена с театром, в котором папа работал много-много лет. Театр на Малой Бронной. Я питаюсь. Я не вижу на столе любимого ингредиента отца. Чеснока. Вот смотри. Со скрипкой. Пришел сюда гадость и говорит. Я хочу какую-нибудь эмоцию получить. Папа очень любит чеснок, но декларирует, что он его не ест. Когда он где-то в кафе, он говорит, тут есть чеснок. Наивные официанты говорят, там немножко есть. Это я не буду. Когда он спрашивает у внучки или у жены, если... Они говорят, да что ты, что ты. Жена – это твоя мама. И ест его промышленный хорис. Мы не можем столько съесть чеснока, сколько любит есть папа. Теперь рассказываю правду. Вы молодые, веселые люди, а я старый гриб. Была война, чтобы вы знали. Великая Отечественная война. И нас вот такую шпану, когда он начал петь это вот, что ты пел... Погиб наш юный барабанщик. В этом возрасте нас отправили в эвакуацию. Это по Целикамскому город Чердень. Замечательный город. Родители мои поехали с фронтовыми бригадами на фронт. Мы были на скрипке, мама руководитель. Мама руководитель бригады. А мы там с бабушками сидели. Основная еда была очень тоненький. Черный, 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 совсем черный хлеб. Намазанный очень тоненьким слоем сала. И на нем, как шайбы, были нарезаны чесноченьки. Очень вкусно. И мы это полтора года, круглые сутки ели. Без водки? А? Без водки все это. Мне было пять лет, и я сейчас пил очень... Не мог заставать водку еще, я знал, где. Нет, я скромно пил тогда. Если бы не я, вы бы все тут без меня пропали. Вот. Нет, ну я не буду. Не, 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 не могу. Но одной, потому что мне это лично на аэродром. И с тех пор я возненавидел этот продукт. А то, что я его обожаю, это домыслы врагов. Я помню, мне... Это тартар из лосося в креме из авокадо. Ой, 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 ой. Михаил, а вот это тоже вилками надо закладывать? Мне помню, Карцев рассказывал, что его однажды Райкин отправил со сцены, но не во время спектакля, а во время репетиции, потому что он накануне чесночком... Да, я же работал даже в театре, успел с Аркадьевичем поработать. Он действительно чеснок... Просто сказал, что вот когда проветрится... У вас, я знаю, тоже такие были эпизоды. Мои все замечательные партнерши, Люсенька Гурочка-то покойная, да и здешние, они все обожают чеснок, они здоровы. А если, не дай бог, что-нибудь такое лирическое играть, и не дай бог целоваться... Но самое страшное, если вот они ели чеснок, в это время вспоминали, что вечером у них со мной спектакль, и начинали в судорожной его чем-то заедать, какими-то спреями. Так это вот еще страшнее. То есть коктейль получался... Это что-то страшное какое-то. Дюшес с чесноком, ужас. Любочка Плещук тоже обожал чеснок. Верочка Васильева, Аленочка Якулева. Вот они все чесночницы, но знают, что это чаевата. Собственно, когда начальник пахнет чесноком, от бабы увольнение, от мужика водкой, от бабы чесноком. А вот так от мужика водкой нельзя? Это что-то странное. На сцене не хотелось бы. Самому никогда не приходилось? Нет, я не ханжа, я не могу. Есть артисты, вот покойные, все... Мой ребенок терпеть не может, как я говорю, на непокойной. А что делать, когда все на непокойной? Короче говоря, на непокойной. Илья Васильевич Якулев, гениальный артист. Он никогда без чуть-чуть коньячку при его замечательном бархатном тембре к тембру опускался, бархатный, и он играл. Смотрите мне на спинку, пожалуйста. Ну, пожалуйста. Что вам, трудно, что ли? Не хотите, как хотите. Есть такие артисты, которые могут. Я, к сожалению, не могу. Не потому что... У меня начинает все с операцией. Вот поэтому я судорожно дожидаюсь с конца спектакля. Чтобы тебя поддержать спокойно, покойный Шалевич говорил про покойного Якула, на репетиции. Кто-то там на него рует, а вот Якулев говорит, а что Юрке-то? Он свой Страдивари включил, и все, и работает. А я знаю, что родитель вас рано стал приучать к никотину. По-моему, был подарок, блок сигарет. Да, это было такое. Зажигалка. Сколько лет было? Было мне лет 16. Грянул мой день рождения. Видно, подарить было совершенно нечего. Поэтому, когда я утром проснулся на буфете, никого дома не было, лежал блок сигарет иностранных, и зажигалка. И типа, это подарок. Ну, я курил уже лет 10 к этому моменту, и к 16-ти. Ну да. Как только он бросил петь, он тоже закурил. Самое страшное, что я решил, что это все. Я вечером, когда они пришли, я достаю сигарету и закуриваю. И получаю, как всегда. Нет, что... От отца, от дарителя. Баба рассказал, что он не ханжа. Вот это явная демонстрация. Я считаю, что достаточно обидно было, наверное, читать книгу вашему сыну, потому что там просто совершенно прямым текстом сказано, что хотел дочь. Сейчас поздно об этом говорить, потому что сейчас же принято, можно делать из мужика бабу. Ну, не до такой степени, чтобы я к тебе пошел навстречу. Не потому что ты не хочешь... Чтобы у тебя появилась дочь. Поздно, поздно. Тебе поздно просто. Нормально, я для этого никогда не поздно. Но обидно было? Нет. Так как эта байка возникла, когда мне было уже лет 25, то не особо обидно. У нас даже есть фотографии, которых, я думаю, может быть, даже не видел ваш родитель. Вы знаете эту фотографию? Я знаю эту женщину. А, вы знаете эту женщину? Фотографию такую видели? Да, фотографию такую я не уверен, что я помню. Это моя бабушка, моя главная подруга в жизни, с которой я действительно дружил. У меня папа артист, мама архитектор. Надо врать. Меня зовут Константин Сергеевич Станиславский. Это мой друг. Немирович Данченко. Да. Я вот что это про вас слыхала. Ну, это естественно. Только вы больно молодой. И когда заканчивался спектакль, было две реплики. Ты видели, да? Бабка. Да, да. Сразу видели, да? Да, естественно. Она как свет в окружении. Это филармония, да. Не видели, да, эту фотографию? Это мы вот для вас. Молодцы. Когда заканчивался спектакль, было два возможных звонка папы-маме. Два варианта было. Будь в напряжении. Это значит, я сейчас заеду, и мы едем куда-то. Или это я очень любил. Сервируй. Это значит, сейчас приедет пол театра выпивать. Но если в напряжении, и папа приезжал в 10 вечера, забирал мамашу, и они уезжали. А мы уже с бабкой, как две мертвых лисы, мы лежали, прикинувшись. Как только захлопал зверь, я говорю, вставай. Она еще была слепая, но такая тусовщица. И мы шли на кухню, тогда еще пили чай, какие-то блины. Ну, то есть мы отрывались по полной программе. Потом, когда я уже стал повзрослее, приходили уже мои сознательные друзья и подруги, уже мы стали выпивать. Сколько они украли у нас напитки? Все приносили с собой. Ну, не что там украли. Все обрабатывали. Только что на этом месте у меня стояла ладья, а теперь ее нет. Нет, значит, не было. Не было, была. Я ее выиграл тогда, на каком ходу. Если хотите сдаться, так скажите, что вы мне голову морочите? Все воровали. Всегда бабка присутствовала при всех этих тусовках. Смотрите далее. Сын раскрывает тайну Александра Ширвинта. Я, к сожалению, тем поздно это узнал, про папу. О чем это, народный артист? Ну, фантазия-то вшивая, да? Ну, сказать, что я бил, там, не знаю, скрипкой я мог бить, да? Каким-то, не знаю, там, свернутой кулисой. Пока на ней не хватит. Ну, почему оглоблей? Кто еще пришел знакомиться с Евгением Додолевым? Иди сюда. Ну, Гоша не самый породистый, да? Гоша, это никто не знает. Как Александру Ширвинту удалось бросить курить? Ну, вы же бросали, я помню. Они вели, я бросил. И он вдруг, неожиданно, после многих-многих десятилетий курения, бросил. И чем Евгений смог удивить хозяина дома? Это просто шикарная вещь. Ой. У вас обоих исключали из школы. Сколько, я понимаю, то есть учились оба. Плохо. Я, к сожалению, очень поздно это узнал про папу. Десять лет меня гнобили, орали на меня, заставляли делать уроки, мучили. Папа проверял уроки у меня. Слава богу, с этим я разобрался быстро, потому что я понял, главное слитно говорить. Смысл слов не фиксировался. Но когда в десятом классе я случайно, перебирая там какие-то бумажки, у них рылся тоже, искал, наверное, три рубля, и нашел табель папин. О рангах. Где, по-моему, по закону Божьему, у него была четверка, все остальное тройки. Я понял, что моя жизнь прошла напрасно. Когда ты нас позвал на эту передачу, мама Александровича, моя супруга, сказала, если вы опять начнете говорить, что вы дебилы, не думаешь? И так вот он начинает с этого. Это я. Это я. Он замечательно учился. У него, уже понимаешь, у него четыре средних образования. Да, четыре? Очень средних, да. Четыре. Он начал школу. Четыре школы, да. Меня из трех выгоняли четыре школы, значит. За поведение или... За поведение. За всякое. И сумма у него четыре средних образования. Представляешь, да? Я учился в элитной школе 110-й, Минькинских ворот. Вот она была экспериментальная. И все, что придумывало Министерство образования, все пробовалось на 110-й московской школе. Мы учили логику, эстетику, этику, латынь. Я до сих пор, когда у меня какое-то интеллигентное, неожиданное общество... Не сегодняшний случай. Не вы. Я так могу блеснуть. Вот лицет Йовин, он лицет Бови. Когда что-то, кто-то хамит, это что-то дозволено Юпитеру, то не дозволено быку. Вода газированная? Газированная. А почему, собственно, это вас интересует? Пить я хочу. Можете хотеть. Но вода только для работников института. Вы работник института? Нет. Тогда разговор закончен. Пей, Леха. Пей. Я могу сказать, самый счастливый день в моей жизни, когда меня выгнали из школы. Наорали вечером, вот тебя выгнали из школы. Утром просыпаюсь и вдруг смотрю, 9 часов утра. Это заканчивается первый урок. А я лежу. Значит, выгнали реально. Я встаю, иду на цыпочках на кухне, сидит злобный папаша. Потом я понял, что злобный не на то, что меня выгнали, а у него выходной, и он с другом Вилли собрался ехать в Рузу играть на бильярде. А ему велено было провести со мной работу и... И сбить оглоблей. Да. Почему оглобливать? У него фантазия вшивая, да? Ну, сказать, что я бил, не знаю, скрипкой я мог бить, каким-то, не знаю, там, свернутой кулисой. Показание не ходит. Почему оглоблей? Потому что ты это придумал. Я рассказывал про тапочку, которую меня били вьетнамкой. А когда-то, ты еще скажи, что тебя били оглоблей. Прошло время, теперь выясняется, что я всем рассказываю, что меня бьют оглобли. Бьют. Вот так рождаются межрелигины. Мне говорят, собирайся, поехали. Я не понимаю, выходим, со мной никто не разговаривает, в машину, выходит Виля, друг Папин, они со мной не разговаривают, потому что велено меня наказывать. И куда-то везут, за город, зима. Я не понимаю, думаю, топить, потому что, ну, а какие варианты? Молчат. Везут, километров 90 отъехали, в Рузу, они сразу в бильярдную, и мне говорят, сиди. В этот момент в Рузе отдыхал Михаил Николаевич Державин. Заходит, ой, привет, привет, говорит, что ты здесь сидишь? Я говорю, ну, нет. Он говорит, пошли, хочешь в хоккей поиграть? Мне нельзя. Он говорит, можно он поиграть? Да иди. Я говорю, а мне не в чем. Мне дают коньки, а я очень хорошо играл в хоккей, на таких коньках, на которых они вот так вот подбинались, и клюшка из кочерки какой-то сделана. Вдруг мне дают коньки, канадские сапожки, то есть, где нога влетая, и клюшку, которую я видел по телевизору у хоккеистов, вот это с загнутым. Я выхожу, залитая коробочка баскетбольная, две минуты один показался, и дальше вот пусть кто-нибудь скажет, что это не самый счастливый день в жизни, особенно у мальчика, который болел за хоккей, играл в хоккей. Когда на лед выходят, до того, как Михаил Михайлович вышел, Мальцев и Харламов, они дружили с Михаилом Михайловичем, и мы играли в хоккей двое на двое. Я с Харламовым, Державин с Мальцевым, мы играли в хоккей. Господи, чаще бы вы гоняли из школы. Перестаньте заниматься мной, ищите сковородку. Вы слишком спортивный джи. Что делать? Я всегда увлекался спортом. Где сковородка? Вы же упаковывали сковородку. Вы упаковывали. Это вы упаковывали. О боже, сковородку упаковывали вы. Ух ты. Это из космоса сняли, что ли? Я сам не знаю. Никогда не видел такую фотографию. И вы не видели? Нет. Эксклюзив. Это наше кольцо на даче. Украденное. Все говорят, рыбалка, рыбалка. На самом деле, очень хорошо играет в баскетбол. С трубкой. Не понимая трубку. Вот это вот, высший класс. До сих пор поигрываем в баскетбол на даче. А где дача? Дача в Новом Иерусалиме. Это под Истрой. Потрясающее место. С 35-го года у нас эта дача. Гош, пойди сюда. Вот с чем это кончилось. А Гоша сколько и откуда он? Гоша два года. Иди сюда. Но Гоша не самый породистый, да? Гоша... Нет, а это никто не знает. Он самый любимый. Так как его родителей никто не видел, его подобрали в помойке. Поцеловать. В городе Гуч-Крустальни. Поцеловать. Он нервничает очень. Когда ты и шпроты. Шелковый совершенно. Подобрали на помойке. И вот так он прижился. Гоша. Гоша. Гоша целуется. Скотина. Ты знаешь, что назвали своего сына в честь Миронова? Отчасти да, да. Он так своего рода крестный был. То есть отчасти только? Нет, ну, имел отношение к этому. Принятию решения. Они дружили с Андреем. Хорошо. А Михаила в честь кого назвали Мишей? В честь Михаила. Архангела, царя, президента. Никто из родственников. Горбачева. Горбачева. В честь Горбачева. Горбачев был еще маленький, но уже был. А вас в честь кого Александром назвали? В честь, наверное, Невского. Вы по паспорту Александра Теодоровича или прямо Александра Анатольевича по паспорту? Анатольевич. А Теодорович. Есть один какой-то документ. Кстати, он до сих пор у меня стоит. Про деда. Про деда, про... Да, моего папа Теодор Густавович. Это вот с этими нашими какими-то кусочками немецкой крови. Страна-то у нас непредсказуемая, интересная. Одно время немецкие корни были страшнее, чем еврейские. Когда рядом с театром Сатиры и с театром Моссовета, там была замечательная дама, Иночка Данкман, режиссерша. Красавица, светская дама, ныне покойная. И у ее родителей на Кузнецком мосту был шляпный магазин. И был единственный случай в стране российской, когда в Москве был немецкий погром, а не еврейский. И вся семья Данкмана стояла около магазина и говорила, евреи, евреи, евреи. Без вопроса. Не сегодня. Очевидно, боги посылают неиспытания в этот решающий для меня день. Нет, вы только его послушайте. Боги его испытывают. Молчи, Мещенко. Что? Молчите все. А, кстати, с антисемитизмом у меня не ходил сталкиваться? Только на государственном уровне, на житейском почти никогда. Меня выгоняли после первого курса из института. Ну, просто там все-таки вактанговцы, интеллигентный. Но был указ, а как раз было дело врачей. Вовсе эта вся эта история. И сказали, я должен был переходить на второй курс. Сопиться было не за что. Там хорошенький я тогда был. Вот тогда решили меня выгнать за дикцию. И выгнали. Я не сдал. Экзамен по сценической речи. И ныне покойная, замечательная дама Валентина Павловна Журавлева, жена потрясающего чтеца нашего Дмитрия Николаевича Журавлева, она взяла меня за руку и повела в управление. И стала орать, что вот видите, до чего вы дошли. И она так убедительно орала, что меня восстановили. Но за это велели учить скороговорки. Я роли сейчас плохо учу, многое забываю. А скороговорки 52-го года, я могу тебе сказать, любые. Пример. А ты же придумал какую-то... Пожалуйста, у меня было щетце сая, на ще, могу сказать. Щегленок щупленькой за рощей нещадно щелкал и пищал. И щевелем, и щукой тощей я тещу тщетно угощал. Что я наделал, как клещами? Вдруг тещу ущипнул щенок. Та, запищав меня, со щами кипящей бросила горшок. Я обесчищен, ощевелен, от жажды мщенья трепещу. Змея свистящая, расщелин, тебе я, теща, отомщу. Воспроизвести невозможно. Это же авторство. Спустя много лет нам говорили учить эту скороговорку на занятиях в том же театральном институте. Ну что ж, дорогая, время. Здравствуйте. Здравствуйте. А здесь что? Здесь должно быть прослушивание. А, ну мы можем уступить. Ни в коем случае, занимайтесь. А вы ходили, кстати, на спектакли родительские? Он жил за кулисами. Я играл с Мироновым, мне было лет 8. Это был первый и последний спектакль в Киеве. Прямо рядом со сцены, вот кулиса. В первой куличе. И сидел вместе с мальчиком товарищ, тоже сын там кого-то из театра. И мы с ним уныло сидим, смотрим. Вдруг он, а там вот такая узкость. Вдруг он берет свой стул, переходит передо мной, ставит и садится. Я думаю, а, вот тут появился смысл моего существования здесь. Я беру свой стул, переношу перед ним. Уже что там происходит? Он, так мы играли, играли, наконец я перенес, сейчас я сижу, он не идет. А там монолог Андрея. Мучительный, страдальческий, главный монолог спектакля. Он один носится по сцене, переживает. Сюзанна. Мельком увидел меня, ну и до этого он видел, что мы там сидим. Но тут как-то по-особому увидел. Потом у него просто вытарачиваются глаза. Я не понимаю, что такое. Я поворачиваю голову, а я сижу в беседке на сцене. На сцене? На сцене. На меня смотрит весь зал, как я сижу на стульчике и слушаю монолог. Я, естественно, схватил стул, пометался, пометался. Там кулиса занята, там сидит этот. Я пометался и куда-то убежал. Это как раз перед антрактом. Я успел завернуться в кулису и вот так встать. Потому что он бегал, говорил, дайте мне топор. Он хотел меня зарубить. Где он? Где он? Он весь антракт я простоял в кулисе, потом как-то рассосалось. Потом он рассоснул. Ну тогда убил бы. Если бы был топор, и я бы попался под руку. Аксиома, что на сцене животное и ребенка переиграть невозможно. В тот случай, когда я переиграл Миронова. Вот так теперь рассказываю. Потому что он был естественным. Запах кулис. Сколько воспоминаний, сколько интриг. А в каком году вы пробовались на... Это ведь кастинг на Остапа. Это Гайдай. Нет, я ее еще не опробовал. А почему не состоялось? Вот разный подход, понимаешь. Остап Бендер, Джером Джером, Тельфа Петров. Невозможно снять, потому что эти авторы, да и Булгаков, когда это не пьесы, мощные своей авторской интонации. Интонацию нельзя снять, зафиксировать. Вот с Остапом Бендером Марий Швейцер, Гайдай, Марк Захаров. Три замечательных, совершенно разных режиссера брались за это дело. И каждый, значит, выбирал себе Остапа Бендера. Главный подход. Например, если для Илья Ильевича, я помню это, у него на вас фильм был огромный кабинет. И когда он затевал 12 стульев, вся страна висела в фотопробовании в кабинете. Гавд, Куравлев, да ну все, и в том числе и я. Я уже начал снимать Леня Сашу Белябского, ну не покойного. Все снимали на Шостовскую пленку, а ему, Гайдаю, выдали пленку настоящую. И он снял, по-моему, 200 полезных метров, это очень много. А потом случайно оказался в Тбилиси, увидел моноспектакль Арчилы Гамиашвили, 12 лет, влюбился, взял и стал снимать. Вот подход. Швейцар начал снимать «Золотого теленка» только для того, чтобы снять Юмского. Обратный процесс, понимаешь? И, наконец, значит, Марк Анатольевич, который вот решил делать такую музыкально-эксцентрическую версию, и всегда говорил Андрюшку. Во-первых, Андрюшку с моей трубкой там. Ирон, Андрей. Готовьте карманы, кис. В клуб мы пойдем перед рассветом. Лучшее время. Штражи спят и видят сны. А сейчас советую вам немного отдохнуть. И когда что-нибудь репетировали, Марк всегда говорил, Андрюша, ищи, Шуркин, тухлый глаз. Тухлый глаз? Да, мой. Это он его режиссировал. Я говорю, что не взять первоисточник? Ну, казалось бы, да. Вот тебе проблема с Бендером. Не было ревности? Прошло много лет. В Питере, в Ленинграде был такой золотой Остап. Был такой конкурс. Это всесоюзный юмористический конкурс, где выдавали статуэтки Остапа Бендера. Я там был президент этой всей штуки. Сатирики, артисты. Все это были. И вот мы ехали на это однажды в купе с Леонид Йовичем. Он был потрясающий мужик. И в конце, уже перед Ленинградом, он сказал, надо было тебя снимать. Я напомнился. Смотрите далее. Как Александру Ширвинду удалось бросить курить? Вы же бросали, я помню. Они верили, я бросил. И он вдруг, неожиданно, после многих-многих десятилетий курения, бросил. О чем жалеет его сын? Почему я так не смог в свое время? Какой Александр Ширвинд дед и прадед? Лучше ты скажи, кто ты у них? Говно. Какой-то надо милую эмоцию сюда добавить. Милое говно. И чем Евгений Додолев смог удивить хозяина дома? Это просто шикарная вещь. Ой. Я вот не видел вас с трубкой. Я ей и закончил свой опыт с курением. Да. Это на даче. Это наша земля обетованная, наша дача. Вы же бросали, я помню. Они верили, я бросил. Это я хочу назидательную историю сказать. Я уговорил всеми с врачами, с хорошими, уговорили папу бросить курить. И он вдруг неожиданно, после многих-многих десятилетий курения, бросил. И не курил год. Потом пошел к какому-то гению, профессору. И сказал, вот я уже год не курю. А что, гений? Синоним не буду подбирать. Вот из области вот этих старых. Он говорит, Александр Анатольевич, в наши годы уже ничего бросать нельзя. И папа закурил бы эту секунду. Год не курил, а нормально было. И как ощущения? Ощущения что? От него? От академика потрясающе. Я такого врача никогда не видел. Я привел к ним с трудом на прием, меня устроили, потому что он вас знает, он не принимает. Я с полным строением сочинения, анализом мочи к нему. Я говорю, вот он говорит, ой-ой-ой, уберите, мне уже понравилось. И так началось. Что, вот коленки? Говорит, да, наверх или нет? Говорит, больше не стало. У меня, знаете, наверх. У нас все сходилось с полным. И кончилось с этим. Да, я курить бросил. Зачем? Романтично, но смертельная тоска. Представляю себе этот захолустье, где надо будет ложиться спать 8 часов. Там, наверное, нет спортивного листка. Я не говорил, что за табаком придется бегать миль 10. Нет, это... Из книги более-менее понятно, какой отец Александр Шервиндт. А какой он дед? Скажите, вот вашу оценку экспертную. Это заслуга моих детей, что они его таковым сделали. Потому что я побаивался, старался не пересекаться. У меня была своя жизнь. Я обожал существование во дворах. У меня были прекрасные друзья. Мы играли во все, что угодно. Лазили на телефонную станцию, воровали провод. Ну, сказочное детство. А у родителей совершенно другое. И мы никак не пересекались, если меня не брали на гастроли театра. Папа делал вид, что он на меня орет. Я делал вид, что я этого боюсь. Дети, в силу того, что дворов у них нет, они вынуждены были чаще пересекаться с дедушкой. Они сразу свели из него веревки. Почему я так не смог в свое время? Он перед ними заискивает. Он на них пытается покрикивать, но не забалуешь. В общем, они сидят не то, что у него на шее. Они просто... он у них вот... Не знаю даже, как объяснить. Лучше ты скажи, кто ты у них? Говно. Нет, ну почему? Самокридище. Может, я неправильно считаю? Если я неправильно считаю, пусть старшие товарищи меня поправят. Отчего мне все время хочется говорить тебе гадости, Топтыгин? К чему бы это? Я думаю, к дождю. Какую-то надо милую эмоцию сюда добавить. Милая, милая, говно. Я хочу, к чему это спрашиваю? Что есть общего, помимо генетики? Мы пытались разделить рыбалку вместе. Да, вот. Мы поехали вместе в Шведскую Народную Республику ловить рыбу. Снимаешь незадорого дачку прямо на берегу. И ближайшая цивилизация в 40 минутах езды на машине. Маленький городочек какой-нибудь. И дети вроде воодушевились. В Швецию, в Швецию поедем. На третий день они стали выть и придумывать. Они с утра ходили, говорят, а у нас, по-моему, лимона нет. Я говорю, есть лимон. Где? То ли они его выбросили, то ли действительно нет. Я говорю, да, нет. Ура! Это мы едем в этот городок за лимон. Потому что дедушка встает в 4 утра и ловит. Любая возможность, дедушка на водоеме. А детям уже там тоска. Однажды мы поехали за лимоном. Дедушка сидел на рыбалке. Мы вернулись часа через три. А был мой день рождения. Должен им еще гости приехать. И надо было готовить рыбу. И прямо как были мы вот из города, в шортах, в обуви хорошей. Я говорю, давай посмотрим, что там дедушка наловил. Дедушка уже спит. Достаем этот садок. Полный рыбы. Садок. Полный рыбы. Лещи какие-то. Окуни. Ни разу такого не было. Вау! Круто! Я опускаю его обратно. И вдруг я вижу так сначала. Ой, какая крупная рыба плывет у берега. Еще и все дети. Ой! Я понимаю. А он двухсторонний. У него с обеих сторон калиточки такие у этого садка. Так. И я нижнюю штуку наткнул на какую-то корягу. То есть она открылась, калитка, и полусонные рыбы стали выплывать. Я бросился в воду. Руками? Руками. Но они уже оклемались, и все ушли. Время 12 часов дня. Жара. Я говорю, так, все. Все быстро сели, перелавливаем все это. И впервые в жизни все сели ловить рыбу. Самое смешное, что мы достаточно много поймали. Хотя уже не клево. План выполнили. Нас столько нам надо было. И мы заполнили худо-бедно. А потом как-то сказали, что эту мы почистили уже туда. Это все в крыле. Как-то не знает до сих пор. Вот узнал. Чудо-рыба, елки. Такая рыба, где достали? Неужели в магазине? В магазине. Сейчас моряка такой нет. Я сегодня инспектировал одну рыболовную базу. Подарили. Он там все у них отнимает. Обижаешь, девушка. Сам поймал. Давай. Мы вам дарим вот такой набор рыбака. К вопросу переоснащения. Надеюсь, что он пригодится не только вам, но и всей семье. А вы посмотрите, да. У меня готовальня. Ой, денег нету. А там что, дожи рассчитывал? Я рассчитывал. Едой на самом деле, Михаил, ты едой отбился. Нет, нет. И мы дарим по традиции нашей педачи семейный альбом, в котором оставлены страницы для правнуков. Красота. Прошу вас посмотреть, полистать, да. А вот там у меня лежит. Вот лежат деньги. Да. Но острое нельзя дарить. Острое дарить нельзя. Ты что, не знаешь? Да. Все. Острое надо платить. Да, конечно. Нельзя дарить собак, ну, то есть животных. Нельзя дарить. Острое надо только продавать. Сколько я нагрешил-то? Надо сразу брать хоть 10 копеек. Серьезно? Я этого не знал. Это просто шикарная вещь. Спасибо. Ой, красота какая. Это ты сделал, да? Это ты. Конечно. Это ты сделал. А у вас салфеток, кстати, нет. Ну, как можно не материться, сидя с тобой на передаче? Я ради этого все было задумано. Ради того, чтобы услышать живое слово. Я его не услышал. Подарил и обосрал. Это времен, да. Я-то думал, что вы просто. Прекрасный альбом. Это рыба. Что-то у меня в руках. Это опять у меня рыба в руках. Ну, да. Это собака и рыба. А вот, это же у меня в кафе снимали. Перед кафе. Это снимается кино. Театр на Малой Бронной. Театр, нет, но Глинком. Глинком? Ролик покойный, собака. Театр. Ну, шикарный альбом. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...